Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. В этой детской музыкальной школе накоплен богатый педагогический опыт по воспитанию, образованию и музыкальному развитию детей. Эта школа с честью носит имя выдающегося композитора 20 века Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Ее номер первый. Несмотря на свой достойный 90-летний возраст, школа по-прежнему является флагманом в музыкальном образовании города Самары. Педагогический коллектив продолжает свято хранить традиции и активно развивается. 90-летний юбилей – это прекрасный повод поговорить об этом учреждении культуры дополнительного образования детей с ее директором и педагогами. Сегодня представитель этой музыкальной школы у нас в студии. Я представляю первую гостью Светлана Васильевна Сабина, директор детской музыкальной школы имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, хотелось бы начать беседу, наверное, с историей зарождения школы 90 лет. Такая знаменательная дата, если вспомнить, как все начиналось, история школы. Да, история школы очень богата и уникальна. Здесь все время работали и продолжают работать высокопрофессиональные, прежде всего, музыканты, хорошие педагоги. И вот первый организатор, организатор и первый директор школы Зинаида Ивановна Маевская была знакома лично с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Его сестра работала у нас. И Шостакович, находясь здесь в годы Великой Отечественной войны, часто посещал школу. И есть даже стенограммы записи беседы Шостаковича с коллективом школы, с учащимися о том, как состоялась премьера его легендарной седьмой симфонии. Вообще, надо сказать, что за 90 лет сменилось всего три директора. Второй директор Асеева Ксения Дмитриевна и Лариса Николаевна Шкурко сделали многое для того, чтобы имя Шостаковича было присвоено школе. И сейчас одно из важных направлений нашей деятельности – это изучение, популяризация деятельности Шостаковича. Это и пешеходные экскурсии, которые проводят сами учащиеся. Это и акции памяти. Мы возлагаем цветы к памятнику Шостаковича, который, к счастью, появился в нашем городе. Это и школьный музей, в котором есть экспозиции, посвященные композитору XX века. Надо сказать, что за эти 90 лет, конечно, сменилось не одно поколение преподавателей, но в основе нашей работы все-таки преемственность, мудрое наставничество. И поэтому вот эта история подпитывает нас в поисках новых каких-то методов, путей воспитания, развития детей. Спасибо. Вы сказали об экскурсии. И я предлагаю далеко сейчас вот от этой темы не уходить. У нас есть небольшое видео, которое вы нам любезно предоставили. Спасибо большое. И давайте его посмотрим. И посмотрим, опять же, как это происходит на самом деле. Спасибо. Коллектив нашей школы свято чтит память о Дмитрии Дмитриевича Шостаковича, о его пребывании в Куйбышеве, его помощи, которую наказывал первой музыкальной школы в то тяжелое военное время. Здесь, в сквере, где установлен памятник композитору, весной этого года мы открыли серию мероприятий, посвященных юбилею композитора. Учащиеся нашей школы подготовили пешеходную экскурсию. И они проведут нас по маршруту и расскажут о тех местах, где жил и творил великий композитор. Приветствуем вас на нашей экскурсии, посвященной 115-й годовщине со дня рождения великого композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Акция памяти Акция памяти – это дань почитания гения-композитора, его самоотверженного служения людям и искусству. Это начало нашей новой традиции. И это забота о том, чтобы юные поколения были причастны к истории школы, к культуре родного города, стали продолжателями достойных традиций. Музыкальная школа сегодня. Сколько отделений? И расскажите, пожалуйста, какое направление в приоритете? Ну, у нас семь отделений. Но надо сказать, что приоритетное направление выделить очень сложно. Главное, чтобы был выбор у наших учащихся. И чем шире этот выбор, тем мы можем организовать работу с учетом индивидуальности каждого ребенка. Но надо сказать, что у нас представлены разные инструменты, разные специальности. И, наверное, не каждая школа может похвастаться тем, что у нас есть весь спектр духовых деревянных инструментов. Даже такие редкие музыкальные школы, как фагот, гобой. А также у нас есть класс мандолины. Но, пожалуй, такого класса во всем регионе нет. Вот. И педагог, очень интересно работающий с этими детьми, она, кстати, является очень хороший исполнитель. И здесь вот надо сказать, что основа мастерства наших преподавателей в том, что они совмещают преподавательскую деятельность с исполнительской. Сами артисты, да, педагоги? Да. Среди педагогов много солистов Самарской государственной филармонии. Это и преподаватели Самарского музыкального училища имени Шаталова, преподаватели вузов Самары. Вот поэтому, во-первых, еще географическое расположение школы таково, что мы приближены к учреждениям культуры, к музеям. И мы стараемся находить новые контакты. И тем самым мы как бы поддерживаем определенную атмосферу в школе. А давайте поговорим о вашей изюминке. В каждой музыкальной школе есть какая-то определенная своя направленность. А вот в чем уникальность, в чем вот эта изюминка школы Шостаковича? Ну, мне кажется, что очень важно, что у нас есть очень хорошие партнеры. Это и самарские деятели культуры, искусства. Ну, вот в частности, опять же, если вернуться к периоду Великой Отечественной войны, именно благодаря Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу был открыт Куйбышевский отдел, отделение Куйбышевское отделение Союза композиторов тогда Российской Федерации. А сейчас вот мы тесно взаимодействуем с Самарским отделением Союза композиторов России. С театрами, с музеями у нас заключены договоры. Но не только в границах Самары удерживаемся мы, у нас очень много партнеров по всей России. Прежде всего, это образовательные учреждения, которые, так же, как и мы, носят имя Шостаковича. Мы часто выезжали и в город Калининград, и участвовали в фестивалях и конференциях в Санкт-Петербурге. Там, кстати, две школы носят имя Шостаковича, одна из них общеобразовательная, другая частная школа. А вот в последнее время мы проводим мероприятия и приглашаем также студентов музыкальных колледжей из Кургана и из Новороссийска. То есть вот такие партнерские связи с другими образовательными учреждениями, я думаю, они очень и нас, и их подпитывают. Мы можем обмениваться тем, что у нас происходит, поддерживать проекты друг друга, продолжать идеи. Ну, и как минимум опытом. Скажите, пожалуйста, это все, конечно, замечательно, что вы перечислили, рассказали, а что это дает детям в первую очередь? Ведь это детская музыкальная школа. Ну, выезды детей за пределы Самары и возможность показать свое мастерство, поделиться впечатлениями, познакомиться с учащимися других школ, увидеть, как живут они. Я думаю, это, конечно, безусловно, обогащает эмоционально и духовно, поскольку... Ну, и вот сейчас, конечно, больше мы ориентируемся на средства видеосвязи, да, ну, обмениваемся видеоприветствиями, участвовать в наших конференциях. Кстати, вот мы провели накануне 90-летия несколько мероприятий. Инициатором наша школа выступила в прошлом году провести самарские духовые сезоны. Вот. В этом году мы посвятили этот фестиваль нашему юбилею. Кроме этого, в декабре прошла конференция «Открытые диалоги». Наверное, название само за себя тоже говорит в этом смысле. И готовим материалы, опубликуем в сборнике, подобно тому, который мы опубликовали к 115-летию самого композитора. И вот эта серия мероприятий, она, конечно же, была с участием наших коллег и наших друзей, наших выпускников. Светлана Васильевна, ну, кстати, давайте перейдем к теме заинтересованности в работе, музыкальной школе вашей, которой вы руководите. Собрался, ну, вот, на мой взгляд, просто уникальный коллектив преподавателей. Ваших педагогов видно сразу по вдохновленным лицам и горящим глазам. Скажите, а вот как, во-первых, удается находить таких людей в команду, ну, и самое главное, удерживать их, чтобы самые-самые работали у вас? Ну, я скажу, что я в должности директора совсем недавно, и поэтому заслуга в том, что у нас такой замечательный коллектив принадлежит, ну, во-первых, директору Ларисе Николаевне Шкурко, которая 37 лет была у руля этого образовательного учреждения, и Полина Анатольевна Ефимова. Она около 20 лет работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе. И последний год она совмещала свою беспокойную должность с должностью директора. Конечно, вот именно благодаря им, благодаря тем выпускникам, которые всю свою жизнь проработали в нашей школе, удерживается вот такой работоспособный, интересный творческий коллектив. Ну, и мы рады, что в нашем коллективе есть и молодые коллеги. Вот буквально год, в этом году, в первый год работает наша выпускница. Она также училась в классе по фортепиано Ларисе Николаевне, а после музыкального училища вернулась к нам работать. И здесь, конечно, ей помогает и ее педагог, и заведующий отделением фортепиано Нина Александровна Тарасенко, помогают ей обрести вот уже какую-то такую профессиональную мудрость. Но ведь и школа держит свои позиции, чтобы полноценно чувствовать себя в профессиональном плане и развиваться, конечно же, нужны и музыкальные инструменты. Вы немножко об этом сказали, но давайте поподробнее, как у вас в этом плане, ведь не секрет, что это ведь еще и большая затратная часть. Скажите, как вы их приобретаете и как вы оснащаетесь? Ну, вопрос, конечно, непростой, но надо сказать, что прошлый год для нас оказался таким щедрым в этом плане, поскольку мы в рамках национального проекта «Культура» закупили ряд инструментов. Это и отличный рояль Михаила Глинка, три габоя, два цифровых фортепиано, аркордеон, баян. Ну, кроме этого, интерактивные комплекты, учебные пособия, то есть все, что позволяет сделать образовательный процесс увлекательным, облегчить восприятие сложной музыки, такая тоже должна звучать. Ну, и вот здесь надо сказать, что мы последние годы активно осуществляем различные проекты, и наша задача сейчас сделать эти проекты такими, чтобы они могли выиграть грант. И вот совсем недавно мы подали заявку в президентский фонд культурных инициатив, ждем результат, ну и не будем останавливаться на этом, будем двигаться дальше. Мы поговорили о педагогах, о молодых педагогах, о педагогах с большим стажем работы. Давайте поговорим о детях. Какие детки у вас учатся? Абсолютно ли всех вы берете к себе в школу? Ну и, конечно, как можно стать учеником музыкальной школы ими Шостаковичем? Да, вопрос с континентом, конечно, очень непростой тоже. Дело в том, что у нас дети учатся разные, и я думаю, что все. Мы берем всех детей, поскольку у нас есть два вида программ. Это предпрофессиональные, которые позволяют более одаренным детям достигать лучшие результаты. И общеразвивающие программы с меньшим сроком обучения, но дающие ребенку общее развитие музыкальное, могут сориентировать детей на какие-то другие виды искусства. То есть тут очень такая достаточно гибкая образовательная линия, и я думаю, что это позволяет каждому ребенку, независимо от его способностей, главное удержать интерес. И самое главное, чтобы самому ребенку было интересно учиться. Вы знаете, вот в мое время у меня, наверное, больше половины класса ходили, как тогда называли, да, да и сейчас, наверное, называют музыкалка. Да, и многие ходили, к сожалению, с нежеланием, особенно вот я сейчас вспоминаю свою одноклассницу, которая занималась по классу скрипки. Сейчас очень сложно удержать вот именно у детей интерес в, да, в эпоху вот таких вот особенно еще информационных технологий, когда дети постоянно компьютеры, телефоны, гаджеты. Но ведь и есть дети, которые ходят и заниматься с желанием. И вот здесь, мне кажется, школа заинтересована и в этом в том числе. Вот вы, как руководитель, какие задачи ставите по, может быть, наибольшему привлечению детей, молодых людей вот именно в школу, чтобы дать им качественное музыкальное образование? А здесь слово «качество», оно стоит в приоритете, да, конечно, Светлана Васильевна. Ну, во-первых, мы проводим широкую концертную деятельность. И дети, которые не посещают музыкальную школу, могут видеть наших юных исполнителей, увлечься той музыкой, которую они слышат. Вы быть похожими, почему нет? Да, прийти и выбрать тот инструмент, который им больше понравился. Ну, и даже вот такие передачи, которые у нас сегодня с вами проходят, они тоже рассказывают, доносят до семьи вот эти возможности, которые предоставляют у нас город, сеть музыкальных школ, детских школ искусств. Ну, кстати, вы проводите Дни открытых дверей? Да, конечно, каждую весну Дни открытых дверей. Да, вот, пожалуйста, проанонсируйте. Да, и в этом году мы приглашаем всех желающих в нашу замечательную школу. Старейшую и одновременно молодую. Будем надеяться, что и новое поколение останется в нашей школе и в качестве учащихся, и в качестве дальнейших, может быть, родителей своих детей, а может быть, и преподавателей. Ну что же, спасибо большое. Благодарю вас за интересную беседу. Но на этом мы не прощаемся. Я с вашими коллегами продолжу разговор после одной небольшой музыкальной паузы ваш ученик пришел к нам в студию, подготовил музыкальный сюрприз, подарок для вас, уважаемые телезрители. Давайте послушаем очень внимательно, и потом продолжим наш разговор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и мы продолжаем разговор. Я представляю гостей в студии Екатерина Юрьевна Ксенофонтова, преподавателя, концертмейстер детской музыкальной школы имени Шостаковича и Нина Сергеевна Жаурова, преподаватель детской музыкальной школы имени Дмитрия Шостаковича. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну что же, продолжаем нашу с вами программу. Давайте побеседуем о вашей школе. Я еще раз присоединяюсь к поздравлениям. 90 лет, все-таки, конечно, безусловно, солидная дата. И сегодня я продолжаю разговор с педагогом, а вы бывшая выпускница этой школы, и сейчас работаете педагогом. Вот наставничество в чистом виде и на лицо. Но вот многие выпускники музыкальных училищ становятся преподавателями, вы не исключение, как я уже сказала. Но вот скажите, пожалуйста, в вашем случае это говорит все-таки о востребованности профессии или о чем-то еще? Я считаю, что вообще кто поступает в музыкальные училища, они уже направлены, нацелены в основном на работу педагога. То есть уже понятно, что с музыкой они не расстанутся, выбирают этот творческий путь. И когда в училище я училась, все равно продолжала даже со школой сотрудничать. И уже знала, что пойду работать только туда и не в какую другую школу. Но вот вас изначально привели родители в музыкальную школу. Вы сами хотели заниматься? Мы просто сейчас с директором говорили о том, вот как раз о желании ребенка заниматься. Никогда родители силком ведут и вот занимайся, занимайся, занимайся. А ваша история? Расскажите свою историю. Я очень хотела сама. То есть я там в 3-4 года уже просилась, потому что у меня старший брат учился на баяне. И мне оказалось, я тоже хочу. Мне надо ему там подыграть лишний раз на фортепиано. Я прям просила отведите меня. Но только вот к 6 годам отвели. То есть вы с удовольствием занимались, закончили музыкальную школу и дальше? И дальше поступила в училище. То есть я определилась после, там, наверное, 5 класса школы с профессией. Я уже знала, что выберу музыку, хотя были варианты и пойти в программирование, войти куда-то, технологии войти. Но все-таки музыка победила. Для девочки тем более. То есть когда там и отпуск летом, и ты можешь провести с семьей. Эта профессия очень привлекательна. Ну, можно уже говорить о продолжении музыкальной династии, потому что сейчас мы как раз послушали вашего сына Михаила. Да, он исполнил произведения. И то есть вы уже своих детей приучаете к музыке? Да, мы... Наверное, он тоже уже сам просился. То есть в 3 года он сидел просто сначала на занятиях, слушал, пока там мама отыграет там концертмейстером на хоре. Уже начал подпевать. И потом вот как раз Нина Сергеевна его... А давай попробуем в первый класс, а давай во второй он тянет, а давай вот уже и в третий. Потому что в обычной школе он только в первом классе учится, а в музыкальной школе он уже в третьем. Нина Сергеевна, ну давайте слово предоставим вам. Вы давно уже работаете, заслуженный педагог этой школы. Ну, во-первых, что для вас ваша профессия? Ну, вы знаете, это все-таки моя жизнь. Вот это не громкие слова, это правда. Потому что когда-то мои соседи музыканты были. И мои родители, они посоветовали моим родителям учить меня музыки. И простая рабочая семья взяла это на вооружение. Прислушались, да? И прислушались к этому мнению. И привели меня в музыкальную школу, которую я потом, через несколько лет, через семь лет, окончила, получила. Здесь я самое главное почувствовала. Когда, конечно, первый раз меня привели, я ничего не понимала абсолютно. Для меня все это было далеко. Но тогда были замечательные педагоги. Это вот те педагоги, которые, ну, были просто мэтрами, наверное, вот этой, всей этой истории. Это наша Ксения Митрина Асеева, наш первый директор. Это моя педагога по фортепиано Тамара Ивановна Гросицкая. Это Дура Владимировна Карасик, теоретик. И это, конечно, замечательный хормейстер, кем впоследствии я тоже стала. Я хормейстер по профессии. Он дирижировал нашим хором. И когда я вспоминаю это время, конечно, я вспоминаю, вот, например, самый замечательный такой год, это 65-й, когда в наш город приехал замечательный советский композитор Дмитрий Борисович Кобалевский с поэтом советским Робертом Рождественским. И мы исполняли их реквим на сцене филармония. Но это было, и вот мне сейчас уже много лет, но это из памяти никогда не уйдет. И работой сейчас в этой школе, и работой с детьми, я всегда им об этом рассказываю. Ну, не все, конечно, выпускники становятся педагогами. Скажите, пожалуйста, Нина Сергеевна, а вот вы помните, как училась Екатерина Юрьевна, и вы думали, что она также придет в стены музыкальной школы и будет учителем. Я здесь хочу, конечно, поговорить вот о наставничестве, которое здесь в данном случае налицо. Ну, вы знаете, она уже знала, что она будет. Тут очень мало от нас уже что-то было. Мы ее хотели просто всему научить, но она уже в голове, у нее созрел план, что она именно будет педагогом. А вот у меня была, можно я про себя расскажу, другая немножко история. Когда я закончила школу, у меня, у нас в городе был известный очень педагог, это Александр Наумович Шхинок. И меня привели послушать меня. Когда я ему сыграла, он говорит, а как ты поешь? Я спела. Он говорит, а я тебе посоветую, иди хормистером. Это твоя будущая специальность. Вот вы понимаете, вот наставник тоже на всю жизнь это тоже осталось мне. И 47 лет я уже веду вот хор и работы в нашей школе. И мне нравится, и мне нравится каждый день. В общем-то, может быть, пора уже как бы заканчивать свою педагогическую деятельность. Но, если честно, не очень хочется. Да, я думаю, что и вас руководство ни в коем случае не отпустит, потому что видно, как вы, как горят ваши глаза, как вы с удовольствием рассказываете о своей профессии. А вот, кстати, Екатерина Юрьевна, кого вы можете назвать своим наставником по жизни? Ну, в профессии, конечно. В музыкальной школе. Мой преподаватель была Тарасенко Нина Александровна. Она со мной очень много занималась. Мы днями, ночами, можно сказать, жили в школе. В выходные получалось иногда даже по 8-10 часов заниматься. То есть, когда все подружки гуляли, все-таки приходилось идти в школу и трудиться. И я поняла, что я хочу, мне нравится играть на сцене, мне нравятся аплодисменты. И, конечно, она помогла мне пойти дальше. Но помимо преподавания вы где-то выступаете, вы себя реализуете как артист, как музыкант? Ну, конечно, мы выступаем на школьных концертах, выступаем также вот с харами как раз. На юбилей школы, опять же, там, и будем играть с флейтой. Девочка сейчас у Барановой Елены Владимировны учится очень одаренная. Мы во всевозможных конкурсах участвуем. Участвуем каждый год в Академии под патронажем Юрия Башмета. Участвуем в летней вот этой школе там неделю. И мы ездим там и в Чапаевск, и в Новокуйбышевске есть концерты. Потому что для детей, конечно, очень важно выступать. Не просто теория, но и практика, конечно, должна быть обязательно. Скажите, пожалуйста, а какие достижения вот на сегодня в конкурсной деятельности вы можете озвучить? Это я. Ну, я вам хочу сказать, что начиная с 1975 года, как только я пришла в школу работать, у нас в городе проходили превосходные, замечательные хоровые конкурсы. Они сейчас есть. Но в то время, мне кажется, это были очень такие насыщенные, с хорошей программой, хорошими коллективами. И вот я всегда участвовала в этих конкурсах и всегда, в общем, была лауреатом. Сейчас, конечно, немножечко проходит на оболь уже моя творческая такая жизнь. Но, тем не менее, Катерина Юрьевна, не дашь соврать, каждый год мы выходим на сцену, мы поем, дети кружатся, дети замечательные. Выбираю репертуар обязательно тот, чтобы детям нравился. Потому что, если дети будут петь то, что им не по душе, то ничего не получится. Они не будут петь, да. Екатерина Юрьевна, я хочу, чтобы вы сейчас продолжили фразу «музыкальная школа». Для меня это? Это второй дом, в котором, можно сказать, мы живем. Школа мне помогла, можно сказать, даже и жизнь свою всю. Судьба моя, то есть я там встретила своего мужа, который также преподает у нас в школе, он там заведует классической гитарой и народным отделением. Его коллектив, звание получил самодеятельный народный коллектив. То есть у вас такая музыкальная семья? Да, он солист филармонии. И сейчас мы растим уже двоих детей, как раз старший сын учится на кларнете. Младший просится на пианино. Ему два года, но уже пытается, что-то нажимает. И я его сегодня как раз спрашиваю, говорю, ты на чем будешь играть? Он только на пианино. Ну вот здесь, кстати, к вопросу, как вы считаете, с какого возраста нужно все-таки начинать музыкальное воспитание, и тем раньше, тем лучше. Ну вообще привлекать к прослушиванию, например, классической музыки уже как-то выбирать. Уже можно с утра бы матери, как говорят, надо слушать Моцарта, Ветховена. Профессионально уже инструмент, я считаю, что лет с пяти. То есть когда уже ребенок осознанный, но это индивидуально. То есть я знала, что мой сын уже в четыре был готов. Ему нравилось, он с удовольствием ходил. На занятия. Скажите мне, пожалуйста, что в вашей работе приносит вам самую наибольшую радость? Вы знаете глаза детей. Вы знаете, каждое утро, приходя на работу, я вижу, что меня уже ждут стишки, и они рвутся на урок, и когда я говорю им просто, ребятки у нас сейчас в каникулу будут или выходы никак не будет занятий, вот это меня радует. Потому что, значит, я еще пока нужна, значит, я что-то приношу полезное, детям это нравится. А ведь еще самое главное, что этих детей приводят родители, которые тоже учились у меня когда-то, понимаете. То есть это вот именно идет поколение уже, да, мы в ответе за тех, кого мы приучили, да, приучили. Ну что же, спасибо вам большое за интересную беседу. Школой вашей хочется пожелать, конечно, верных слушателей и, конечно же, долголетия. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Ну а если сегодня среди наших зрителей были дети, то я желаю, чтобы все дороги вели в музыкальную школу имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова